Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Мы сегодня в гостях у Нурбия Газизовича Лавпача в его художественной мастерской. Нурбий Газизович не только талантливый художник, но еще известный археолог, как вы знаете. И сегодня мы поговорим о двух вещах. Это об открытии крепости Псофабы и о расшифровке камня. Камень, да, он назывался? Злоум? Злоум? Хорошо. Да, мы уже начали разговор. Расскажите, как вы Псофабы начинали? Раскопки Псофабы? Как вы, ну, саморабота как проводилась? Сначала мы проводили раскопки на территории Черкесского района в Усть-Ипсокупце в 1989 году. Ну, со мной были, я сейчас скажу прямо, последовательные спутники. А теперь они уже доктора, там известные цовики. Самир Хатко, как студент, студентами. Пачешхов Нурбий, который является деканом исторического факультета АГУ. А самир Хатко, твой известный адыгский историк. Да, да. И еще был третий товарищ мой, земляк из аула Турой. Ну, он как-то осел там, не проявился. И вот мы после практики в Кевчерском районе направились в «Горячий ключ». Там разместились мы на территории санатории, музейчик уже был. А музейчиком заведовала моя племянница Фатима, деды, ее муж Владимир Ефимов. И они мне помогали здорово, и студенты эти. И вот мы там же, прямо над этим, где мы в этом музее жили, прямо над ним как бы нависает это петушиный гребень. Известный петушок. И на этом петушке мы обнаружили крепость, фундаментальные остатки крепости. Ну, вначале-то подход к ней был через там туннель своеобразный. Я думаю, что он прорубленный, но какое время – неизвестно. Видимо, в средневековое. А может быть, даже туристы уже современные прорубили на петушок. И там какие-то петроглифы оставили на стенах этих. Это в туннеле в этом, да? Да, в этом туннеле, прямо на стенах. Там много надписей современных. Ваня плюс Ваня, там подобных таких. Кто из туристов был, там все о себе оставили информацию. На самом петушке, на его поверхности там, ну, скала ограниченная, конечно. Там метров сорок по пересике. Вот обнаружен фундамент. И фундамент четырехметровой ширины. Трехметровой. И обнаружена крепость. Опубликовал, ну, правда, план не опубликован в газете. В газете я дал информацию «Горячий ключ». А потом она вошла в книгу. Ну, без моей фамилии. А книга это… По «Горячему ключу»? По «Горячему ключу»? Без фамилии просто. Там, как и два автора. Ага. Один из казачьей организации, второй там какой-то журналист. И вот… Это… План этой крепости связан с Псекупсом. Там ступеньки прорубленные, вы знаете, наверное, спускаются Псекупсом. В таком, да, ущелье вниз. Да. И это… Этот план… Ну, самая древняя информация по археологическому материалу. Мы ее… Там заложили раскопы возле Сины. Ага. Два раскопа. И на территории уже внутренней крепости раскоп заложен был небольшой. Ну, в общем, статиография показывает, что… Там есть даже намеки на позднюю бронзу, но, в общем-то, миотский период, средний миотский. Четвертый век до нашей эры. Правда, и у Каменева есть публикация о находках на озере. Там немножко повыше этого санатория данного ущелья идет, и над ним там озеро было, а сейчас его уже нет. И он там на берегу озера нашел какие-то археологические материалы, опубликовал. Каменев, вы знаете, он основатель фактически этого санатория. И там тоже вещи найдены с четвертого века до нашей эры. Меотские и греческие, древнегреческие. И вот там, на территории этой крепости, крепость была солидная, а внизу обнаружено поселение более позднего времени, но не намного. Внизу, под основание этого петушка, на территории санатория уже. И находки с этой крепости раньше проступили по находкам Анфимова, археолога Краснодарский музей. Археологический материал показывает интересную историю. Можно, конечно, реконструировать схематичную историю. Там есть раннее средневековье. Есть и позднее средневековье, эпизодические. То есть эта крепость посещалась и в позднем средневековье, но уже не действовала. А в основном она действовала в среднеметский период и в раннем средневековье. И там еще святилище какое-то? Ну, в основном керамика. Керамика, я ее отчет об этой крепости посылал в археологический институт. Ну, правда, с большим запозданием, потому что фотографии были, засветились. В общем, драматическая история с этим открытым листом по Горячо-Крюшевскому району. Но, наконец, я вот позапожжем году отчитался. То есть только сейчас закрыли. Отчитался в институте археологии. И сначала этот отчет приняли нормально. Потом сказали, что неудовлетворительный. И мне не выдали открытый лист. Ну, по старым материалам, тем более в институте археологии, главное фотографии, как документальный материал, признают фотографии. Фотографии не получились. И я делал рисунки там, какие-то зарисовки делал, читежи. Предоставил это. Ну, сейчас уже не на том уровне отчеты представляют. Там сейчас техника работает. То есть по-хорошему надо, получается, повторно делать? Ну, я уже не смогу отчитаться за это на современном уровне. Там, знаете, я вам скажу так. Уровень представляет собой владение техникой, автоматикой. На компьютере можно все сделать там. Ну да. Любую абстракцию, любую сказку. Я этим не занимаюсь. Вообще наше поколение с компьютером не очень дружит. И поэтому я не могу отчет сделать на современном уровне. Не могу, просто уже нет возможности у меня. А современные отчеты в основном представляют яркость и эффектность. Красиво, да? Да. Это все можно сделать на компьютере. И он сам объярчается. И фотографии тоже на цифровом тоже очень ярко представляют документацию. А у меня фотографий нет. Тем более у меня фотографии черно-белые были. И они пропали. А пропали, потому что в связи с этой экспедицией, в общем, я попал под дожди. Там проливание дожди было целую неделю. И фотографии намокли. Попали. Я не смог из-за этого отчитаться в уровне. Ну, потом началась проистройка. Там все эти политические какие-то передвязки. Ага, да. Вид до того было. Да. И, в общем, у меня отчет, который я уже представил позапрошлом году, он был, конечно, не на том уровне, который современные отчеты требуют. Но эта крепость очень перспективная. А там, я не знаю, что там построили сейчас. Я вот с 89-го года после еще один раз был на крепости. Ну, когда ее трогали, никто не знал, ничего. А сейчас, говорят, там построили какой-то… Ну, беседки там такие сверху, да. Дорожки проложили, беседки поставили на петушке прямо вот так вот. Какой-то… Павильон? Ну, лавочки, да. Такие павильоны, открытые лавочки там стояли. Ну, они прямо на петушке, прямо наверху. И на петушке прямо лестницу сделали. Я не знаю, насколько они тронули этот фундамент. Ну, да, да, да. Вопрос как бы неизвестный. Ну, вообще, интересно, вот… Ну, период крепости, получается, ранее Средневековье. В позднем Средневековье она уже не использовалась, я так понимаю, да? Только просто эпизодически. Да, посещалась. Посещалась, да, просто. Ну, как вот сейчас туристы массово посещают. Основное время действия было ее в Средневековье, в Средневековье. Ну, в районе Средневековье там тоже, наверное, активная была жизнь. На этом поселении, которое пониже. И, которое, ну, период там, набегов каких-то… Использовало. А поселение политических. Население, поселение Нижнего скрывалось на этой крепости. Отсиживалось там. И она, видимо, была восстановлена. Ну, реставрирована в какой-то степени. И действовала. А подняв Средневековье, там мало находок подняв Средневековье, она посещалась эпизодически. И, не знаю, поселение, может, и продолжалось тоже внизу, но она уже не действовала как оборонительное сооружение. Ну, там, на территории крепости, есть отдельное примыкающее к стене какое-то сооружение типа культового. Фундаментальные остатки круглого. Ну, круглого примыкающее к стене крепостной. Оно, может быть, немножко позже… Появилось? Трудно его датировать, но, в принципе, оно, наверное, в раннем Средневековье было. И оно было языческое, я думаю. Ну, это мои мысли про предположение. А вот, допустим, мы знаем, там вот этот Кенотаф стоит, да, в Горячем Ключе. То есть, и там, получается, было крупное бжедугское поселение, правильно я понимаю? Хаджимуков, там, аул был, да, Хаджимуковых. Это где? Ну, вот в Горячем Ключе, внизу. Там уже Кенотаф стоит, который, да, в начале парка. То есть, получается, это 18 века бжедуги были, но они, я так понимаю, уже никакого отношения не имели к крепости, не использовали. Да, их оттуда вытесили, а бандзехи. А бандзехи. Но они не использовали, я так понимаю, да? Ну, они поставили, это монумент, который я имею в виду, Лаврова его публиковал. Ну, да. Он напишет, что он был поставлен уже после, когда Лакшоковы уже были где-то в низине, там. А, то есть, когда уже вытеснили бандзехи? Да. Они просто возвращались из Мекки и там каким-то образом поставили. Ну, может, в мирных отношениях были с бжедухами в тот момент. Вообще, эти даты Лаврова, там Каменева, там еще князь из Бридухабля был, который давал информацию Лаврову и Каменеву. Они разноречивые. Разноречивые. Там интересная информация какая-то, что какой-то Николай преподавал черкесцам русский язык. По Лаврову в надпись. О том, что вот это Миколай. А, это с другой стороны Кената? Ну, она уже, ее почти не видно там мало. Ну, он опубликовал ее. Ну да. Книги. И прочитал. По-арабски там. Золотарев, что ли. Ну, возвращаясь к крепости, я так понимаю, что крепость еще, все, как говорится, большая часть работы еще где-то в будущем. Принципиально, если кто-то... Да. Если они не разрушили фундамент, хотя весь они не могли разрушить этим поведенным. Ну, то есть она же крупная, так все-таки. Да. Она крепость... Ну, я так понимаю, Бадзекская гора, она ее вот так вот окружала, да? Да. Там вот периметр горы описывает эта крепость. Не совсем, правда, логично, но треугольником. Город имеет более окружное очертание, а там крепость более треугольного в плане. И вот где-то в средине крепости, внутри вот с западной стороны, там жилая площадь какая-то. Но паркнерским материалом довольно бедная, насыщенная. То есть насыщения там постоянно вроде не было. А был только горизонт, наверное, который обслуживал там. А следы есть какие-то торговли внешние? Допустим, может какие-то монеты? Что оно какое-то связь с ним? Ну, этот камень опубликовал монеты. Ну, древнегреческие. Греческие, да? Ага. До нашей эры. Да, да. Боспорские, может быть? Да. Интересно. Может все-таки проходило что-то, да? Да, конечно. Там довольно перевальный пункт, перевальная дорога. Ага. Упсы буквским. И это надо всегда действовать. Угу. Всегда использовали. Продолжение следует...